Все люди на свете любят сказки. Они бывают разные, волшебные, веселые и даже страшные. Сказки всегда интересны. Читаешь или слушаешь сказку, аж дух захватывает. Но не только интерес и развлечения есть в сказках. «Сказка-ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок», писал Александр Сергеевич Пушкин. И действительно, сказки ненавязчиво учат нас быть умными, добрыми, честными, отважными, смелыми, трудолюбивыми. Библиотека номер 18 Северного округа предлагает сыграть викторину и выяснить, насколько хорошо вы знаете русские народные сказки. Вам предстоит ответить на 15 вопросов. На обдумывание каждого дается 15 секунд. Желаем вам удачи! В некотором царстве, в некотором государстве что это? Присказка, зачин или концовка? Правильный ответ за чин. Сколько сказочных героев тянуло репку? 6. Дед, баба, внучка, жучка, кошка, мышка. Корешки или вершки отдал мужик медведю, когда выкопал репку? Правильный ответ вершки. Какие сказочные герои прожили вместе 30 лет и 3 года? Из сказки о золотой рыбке это были старик со старухой. На каком музыкальном инструменте играл кот у лисии избушки, чтобы спасти петушка на лгуслях. Как звали девушку, который Кощей бессмертный превратил в царевну лягушку? Василиса Премудрая. Как у стариков появилась дочка Снегурочка. Слепили ее из снега. Что бывает живой и мертвой? Вода. В какой сказке хищная рыба исполняла желание? Конечно, это щука из сказки по щучьему веленью. Какой сказочный персонаж использовал хвост в качестве удочки? Это был волк. Что случилось с избушкой лисы в сказке Заюшкина избушка? Пришла весна, у лисы избушка ее растаяла. Из какой посуды угощали друг друга лиса и журавль? Из тарелки и пувшина. Сивка-бурка это кто? Это конь. Какие птицы унесли браться, в то время как сестреца загулялась, заигралась? Гуси-лебеди. От кого терпит обиды добрая девочка-сирота в сказке Морозко? От злой мачехи. Какой по цвету у сказочного петушка гребешок? Петушок-петушок, золотой гребешок. На этом наша викторина окончена. Надеемся, вы оказались хорошими знатоками сказок. Чтение – прекрасное и удивительное занятие. Благодаря чтению развивается наше мышление и воображение, и мы приобретаем способность мыслить, творить, а значит изменять мир к лучшему. Подружитесь с книгами, и вы всегда сможете найти ответ на любой вопрос.